Друзья, приветствую! Мы продолжаем видео уроки по ландшафтной программе Real-Time Landscaping Architect. Приступаем к 25 уроку. В нем мы поговорим про дополнительные свойства объекта в программе. Дополнительные опции для каждого объекта доступны в диалоговом окне Advanced Object Properties. Эти параметры обычно не требуются, но в некоторых ситуациях могут помочь настроить индивидуальные опции для объекта. Чтобы изменить дополнительные свойства объекта, нам необходимо выделить нужный объект или несколько объектов. Объекты не обязательно должны быть одного типа. Далее в меню выбрать Edit, Redact, Advanced Object Properties, Дополнительные свойства объекта. Появится диалоговое окно. Или можно также вызвать это диалоговое окно, если нажать правой кнопкой мыши на выданном объекте или объектах и выбрать пункт Advanced Object Properties. Появится диалоговое окно. Рассмотрим пункты данного диалогового окна. Include in Project Material List, то есть включить список материалов проекта. Данный параметр определяет, будет ли выделенный объект, включен в список материалов ландшафтного проекта. Если выделены растения, то параметр также определяет, будут ли добавлены растения к легенде растений. Уберите галочку, чтобы исключить из списка материалов проекта или из легенды растений. О списке материалов проекта и легенде растений будет рассказано в последующих уроках. Параметр Render in Plan View – Отображение в режиме плана. Данный параметр определяет, будет ли выбранный объект отображаться в режиме плана. Если убрать галочку, то объект будет виден в режиме перспективы и прогулки, а в режиме плана отображаться не будет. Render in Perspective View – Отображение в режиме перспективы. Аналогично предыдущему пункту, но связано с режимом перспективы. То есть, если эта опция включена, то объект отображается в режиме перспективы, а если выключено, то не отображается. То есть, в режиме плана мы объект видим, а в режиме перспективы нет. Обращаю внимание, что нельзя отключить эти две опции одновременно. Например, если отключено отображение в режиме плана, и вы хотите выключить отображение в режиме перспективы. При снятии галочки с режима перспективы, то есть Render in Perspective View, галка на режиме плана, Render in Plan View, станет автоматически. И наоборот. Следующий параметр Cast Shadows in Real-Time Walkthrough – Отбрасывание теней в режиме прогулки. Если эта галочка включена, объект будет отбрасывать тени в режиме прогулки. При отключенной галке объект в режиме прогулки будет отображаться без тени. Receive Shadows in Real-Time Walkthrough – Можно дословно перевести, как «Принимать тени от других объектов в режиме прогулки». Данный параметр определяет, могут ли на объект ложиться тени от других объектов. Рассмотрим на примере мостиков. На одном из мостов выключим данный параметр. И мы видим, что тень от дома падает на оба моста, но тот мост, где отключили галку, не принимает тень от дома. То есть тень от дома на нем не отображается. Перейдем к следующему параметру – CastShadows in PlanView – Отбрасывать тени в плане. Данный параметр определяет, будет ли отбрасывать объект тень в режиме плана. Мы видим, что данный объект тень не отбрасывает. О тенях в плане я рассказывал в уроке номер 10. Следующий параметр – CastShadowsOffset in PlanView – То есть настраиваемое смещение тени в плане. Данная функция активна только при включенном предыдущем параметре. Если эта опция включена, то выбранному объекту можно присвоить собственную длину тени, введя соответствующее значение в поле для ввода справа от параметра. Если опция отключена, то тень для объекта становится стандартной и берется из глобальных параметров программы. То есть если установить собственный параметр, то длина его тени в плане будет отличаться от длины теней стандартных параметров. Вот, впрочем, мы прошлись по всем параметрам данного диалогового окна. Добавлю, что не все функции доступны для различных объектов программы. Если та или иная функция недоступна для выбранного объекта, ну или нескольких выделенных объектов, то она будет попросту неактивна в этом диалоговом окне. Так, например, у дорожек будет отключена параметра теней, то есть они не отбрасывают тени. Соответственно, мы видим, что в этом диалоговом окне у дорожек эта функция отключена неактивно. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать про дополнительные свойства объектов в ландшафтной программе Real-Time Landscape. До новых встреч! Не забывайте подписываться на наш канал, присоединяйтесь к группам Flocus в социальных сетях, подписывайтесь на наш Instagram.